Здравствуйте, приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим об осенном саду, об обрезке, который обязательно необходимо провести осенью. Многие наши дашники об этом забывают, а потом начинают усиленно бороться с болезнями и вредителями. А ведь всего этого можно предотвратить, если провести определенные работы в саду. Ну, самая важная обрезочная работа в саду, это, конечно, санитарная. Это вот осенью в саду мы проводим санитарную обрезку. В чем заключается санитарная обрезка? Ну, санитарная обрезка заключается в том, что мы удаляем все больные, все засохшие ветки. Почему это необходимо делать осенью? Потому что веточка вроде бы она сухая, она уже все отжила, отжила на свое. Так вот, знаете, что вот на этой отжившей ветке, которая засохла, находится масса спор, масса спор болезней, и на ней могут быть отложены яйца вредителей. Поэтому, если эту ветку не удалить с осени, приходит весна, наступают теплые денечки, споры разлетаются, вредители расползаются, и заражают наши растения. И потом нам приходится бороться. Поэтому, если мы осенью удалим вот эту уже отмирающую часть, значит, мы избавимся от вредителей. Ну, отмирающие больные ветки мы удаляем там у яблони, груши, вишни, сливы, черешни. И также не забываем о наших травянистых цветочных растениях, которые растут у нас под кронами деревьев. Потому что на травянистых растениях также, для того, чтобы не сохранялись болезни и вредители, те многолетние, у которых отмирают надземную часть, срезаются на уровне почвы. Это те же пионы, флоксы, срезали на уровне почвы. Знаете, что инфекцию с пуста вы уже убрали. А уже укрытие, это другой вопрос. Это тема другого нашего ролика. Вот. Далее, что можно сделать с помощью санитарной обрезки? У нас есть крыжовники, у нас есть черешни. Вот вы их видели, вы их замечали. Смотрите, крыжовника или смородины, верхняя часть почерневшая. Почерневшая такая, верхняя часть побега. Это говорит о чем? Что на этой почерневшей части находятся споры мучнистой росы. Ну, крыжовник, называется сферотека. Смородина эта мучнистая роса называется. Ну, смысл не в этом. Так вот, если нас эту почерневшую часть срезать, знайте, что уже на 95% мы убрали инфекцию с куста. Точно так же, если ветоши такая, чуть надломленная, накрученная, и почерневшая, например, в таком вот состоянии, значит, это ее повредила тля. И эта ветка, которая темная, покрученная, это инфекция тли. Не бойтесь, сейчас для растения, для любого даже плодового растения, будь то черешни, или же смородины, это без вреда. Можно сказать, без вреда. А удалить такую вот часть, просто взять все каторочками, отрезать эту часть, знайте, что мы удалили уже яйца, тли, которые здесь отложены на конце ветки. На следующем году тли в нашем саду будет меньше. Тем более, сейчас прошел листопад, ветки оголились, и уже становятся очень хорошо заметны. Ну вот то, что я вам рассказывал, опять же, мы подемонстрировали, на этом кустике калины, видите, есть живой побег, есть сухой побег. Так вот, чтобы на этом сухом побеге не сохранялась инфекция, мы берем щекатор, и точно так же мы этот побег срезаем. Можем щекатором, ножом, но удаляем. Это вы понимаете для того, чтобы наш молодой побег не повреждался болезнями и вредителями, которые будут находиться на старом побеге. Поэтому санитарной обрезке уделите самое пристальное внимание. Почему? Потому что эта обрезка дает возможность удалить все отмирающие части и удалить их с сада, потом или сжечь, или вывезти куда-то. Но сад сделать более чистым, освободить от инфекции. Ну, второй вопрос, который часто наши садоводы задают при встречах со мной, спрашивают, а можно ли осенью образать деревья? Да, можно. Но для обрезки в осеннюю пору у нас в условиях Белоруссии, ну и, пожалуй, всей средней полосы, какие культуры подходят. Летние сорта зимостойких яблонь и груш можно уже образовать в октябре-ноябре месяце. Сорта, которые более поздние или менее морозостойкие, образуются позже. Почему? Потому что, смотрите, проходит листопад, и мы считаем, что дерево спит. На самом деле в дерево идет движение соков. Если весной соки поднимались с земли к верхушке, то вот именно уже в осеннюю пору идет отток веществ из ветвей, стволов, идет в корни. Корни пополняются запасом питательных веществ. Поэтому у ранних сортов, вот того, белого налива, например, яблони, уже отток веществ практически в осеннюю пору заканчивается. Уже вещества отошли, поэтому мы можем смело его образать. А вот средние сорта и поздние сорта эта работа будет проходить позже, в ноябре при плюсовых температурах и в декабре. Поэтому их будем образать позже. Обрезку средних и поздних сортов яблони и груши нам лучше перенести на весеннюю пору. Ну, точно так же, что можно по косточкам культурам сказать. Косточковой культуре, то есть та же самая абрикос, вишня, слива, черешня, опять их образать лучше в весеннюю пору. Почему? Потому что в весеннюю пору идет активизация, более активная активизация зарастания ран, поэтому обрезанные раны весной они быстро зарастают. Их можно, конечно, обрезать осенью, это не трудно практически сделать, но знаете, что раны будут зарастать медленнее. Ну, а нам необходимо, чтобы рана регенерация ткани шла быстрее, рана зарастала быстрее. Поэтому по косточкам эту работу положим на весну. А вот по персику самое интересное, опять же, отложим работу вообще на время цветения, потому что, когда персик зацветает, видно степень повреждения побегов. Тогда мы удаляем уже точность побегов, которые повредились. Ну, это как бы уже перспектива, это уже весенние работы. Вот, а санитарная обрезка, вы поняли, что мы обязательно должны сделать осенью и прессию и на деревьях, и на кустарниках, и на травянистых многолетниках. Эта обрезка даст нам возможность как бы убрать болезни и вредители. Ну, есть еще некоторые нюансы. Смотрите, есть деревья, у нас растут, растут деревья под острыми углами. Под острыми углами растут деревья, и вот некоторые дачники тоже полагают, зимой бывают разломы, просто напросто тяжестью снега, длинная ветка или так, длинные ветки, и просто напросто деревья разламывается. Ну, в этом случае я бы посоветовал все-таки осенью не делать обрезку. Почему не делать обрезку? Лучше эти места разломов, которые могут просто напросто отломиться под тяжестью снега, необходимо связать крепким шпагатом, вировкой, чем-то скрепить, чтобы их не разломило. А же саму обрезку перенести на весну, весной удалить эту развилку, для того, чтобы растение в дальнейшем хорошо зимовало. они снегом обломаются. Так лучше поставить подпорку, поставить подпорку в осеннюю пору, чтобы эта ветка не отломилась, а уже саму обрезку сделать весной. Вот обращайте внимание на эти нюансы. А то, многие как бы полагают, зимой снег сломают, я сразу сейчас отрежу, и все. Не, на самом деле, не спешите. Проверите какие-то дополнительные мероприятия по сохранению этой ветки. Даже вот тех туй, например, туй ветки могут тоже обламываться под снегом. Их просто-напросто берут крепким шпагатом, берут челка, связывают. Связывают, как можно плотнее связали, и уже снег, все дерево как бы он не может сломить. А весной раз соединяют. Так что, любой из этих способов подойдет вам. Но осенние обрезки удалите внимание, потому что при ней вы чистите свой сад примерно на 90-95% освобождаете его от болезней и вредителей. Поэтому, сделайте так, вы получите богатый урожай, и будете меньше заниматься и химическими, и другими обработками сада. Хороших вам урожая! Подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите нас. До новых встреч! До свидания!